И Алтай, и Байкал, слышно, хорошо слышно, Брянск с нами, так, слышно, слышно, Ясногорск, Удмуртия, Саратов, Оренбург, Чуваша, Воронеж, Свердловская область, так, у кого нет звука, поправьте бегунок, наведя на меня, Ямал-Ненецкий автономный округ, Курск, Татарстан, Кузбасс, Екатеринбург, Омск, Ярославль, Санкт-Петербург, Томск, Тула, хорошо, Кабардино-Балкария, практически вся страна с нами, В общем, мы сегодня с вами поговорим о том, чему и как можно учить с помощью песен на уроках английского языка. А скажите, пожалуйста, кто из вас любит использовать песни на уроках английского языка? Так, любит, очень много любит у нас коллег, все любят, пишут, Ирина Овсяникова, так, мы поем, детям очень нравится, использую часто, обязательно. Так, используем обязательно, хорошо, ну что, тогда давайте начнем, все-таки поговорим о том, вспомним о том, как и чему можно учить с помощью песен на уроках английского языка. Итак, какие же вопросы сегодня обсуждаются? Чему могут научить песни? Что развивает песни? Как их использовать? Поговорим мы с вами об авторском праве на песне и как быть в этой ситуации. И подведем такую рефлексию, это подведение итогов в виде такого практического задания. Попробуем с вами подумать о том, как можно к определенной песне, какие использовать упражнения до, во время прослушивания песни и после. Вот у кого-то появился звук, я тоже за вас очень рад. Очень хорошо, когда мы слышим друг друга. Итак, чему помогают научить песни? Во-первых, более прочно усвоить и расширить лексический запас. Усвоить и активизировать грамматические конструкции. Совершенствовать навыки иноязычных отношений. Мотивировать к изучению английского языка. Это вообще одна из основных, вот, пишет Ирина Зиньковская. А мы еще и Евровидение устраиваем. Когда я работал в школе, мы тоже с коллегами устраивали Евровидение. Конкурс проходил просто на ура. Итак, я бы даже начал смотивировать к изучению английского языка и через это расширить лексический запас и грамматические конструкции и так далее. По каким направлениям происходит развитие во время обучения при помощи песен? Ну, здесь мы как раз с вами возвращаемся к нашему ВГОС. Эстетическое и нравственное развитие. Физическое развитие. Речевое развитие. Социокультурная компетенция. Давайте посмотрим на примерах. Можно долго, а на примерах все понятнее. Так, ссылку на скачание презентации будет в понедельник на форуме englishteachers.ru. Раздел теперь этот найти проще. Мы его подняли вверх. Увидите и скачайте. В понедельник. Итак, эстетическое и нравственное развитие. В данном случае мы видим с вами песню с happyenglish.ru, в которой говорится о, собственно говоря, манерах и о том, как их и где правильно применять. Физическое развитие. Вот, пожалуйста, например, из учебника Enjoy English для третьего класса. Песня Head and Shoulders, Knees and Toes, которую вы хорошо знаете. Ее разных вариантов очень много. Давайте послушаем и посмотрим один из примеров из обучающей компании. К Enjoy English для третьего класса. В данном случае песню озвучивает робот. Песня Head and Shoulders, Knees and Toes, knees and toes, knees and toes. Head and Shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head and Shoulders, knees and toes, knees and toes. Ну, руки в физминутку выполняем. Да, это такая хорошая гарантика в физминутке. Вот, дальше показано, как в УКП закрепляются новые слова. Нужно расставить их по порядку. Вот, презентация будет выложена, как представлено, на www.illishishishas.ru для вас. Значит, звука сейчас на видеозаписи нет. Больше на стихотворение похоже. Виктория, а вы ее найдите в интернете в варианте песеном и поймете, что она имеет множество разных вариантов. В данном случае авторы выбрали путь на примере робота. Роботов очень любят в начальной школе, что девочки, что мальчики. И это проходит очень успешно. Итак, в общем, так мы с вами увидели, что и физическое развитие возможно при помощи песен. Речевое развитие. В данном случае мы с вами видим пример из учебника Mille. Simon's Song. Как происходит речевое развитие. Давайте я вам прочитаю первую строчку, и все, сами поймете. Simon's riding a green scooter. Да, очень много звука ФС, как скороговорка, но в песне усваивается намного проще. Лично мне в детские годы скороговорки было усваивать очень сложно. Давайте тоже послушаем в исполнении. Она записана у нас в упражнении для УКП. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поскольку вижу вопрос, сразу отвечу. Данный пример из Mille. ОКП для третьего класса скачать в интернете нельзя. Можно заказать в интернет-магазине издательство с электронной доставкой и практически сразу ее получить. Вот пишет Оксана Сулина, моя дочь обучается по Mille. Каждый вечер весь репертуар прослушаем всей семьей, соседи тоже. Ну, надеюсь, соседи тоже рады. Так, а если я по нему не работаю? Можете использовать песни, если вам нравится. Лариса Владимировна пишет, но чуть-чуть длинная. Ну, не знаю. Утром на вебинаре сказали, что дети прибегали из другой комнаты, когда мы ее включали. Послушать. Как только вы убираете наушник, звук пропадает. Не знаю. Это никак не связано. Итак, речевое развитие. Речевое развитие еще очень хорошо на примере можно посмотреть. Да, вообще все песни созданы для речевого развития. Вот есть еще один очень интересный пример из happyenglish.ru, где в учебнике для второго класса в песне написана вся транскрипция. То есть в транскрипции зашифрована песня. Так очень хорошо можно изучить транскрипцию, не теоретизировать материал и гармонично научить детей, собственно говоря, пользоваться транскрипциями на уроках английского языка. А в этом особенно сейчас есть проблема, потому что есть электронные словари, созвучка, не всегда она правильная. А транскрипцию нужно научить читать. Вот, пожалуйста, авторы нашли выход, зашифровали песню в транскрипцию. Да, Christmas bells, happy bells, funny songs and magic spells. Очень хорошо и легко это дается. И так идет речевое развитие. Итак, социокультурная компетенция. Тоже интересный вариант из happyenglish.ru. Авторы написали песню, баллада Stonehenge. Коллеги, если у вас нет звука, сейчас вам Алена Евгеньевна подскажет, как его исправить. Итак, баллада о Stonehenge. В данном случае, в принципе, нужно научить детей, да, как понять, что такое Stonehenge. Но в начальных классах для детей это просто камни, да. И намного проще материал вести, и я с авторами в данном случае абсолютно согласен, через песню. Запоминается лучше, запоминается навсегда. И, собственно говоря, социокультурный материал дан, соответственно, развитой социокультурной компетенции. Как использовать песню на уроках? Давайте с вами посмотрим, какие существуют этапы работы. Введение в тему. Отработка лексики и грамматики. Работа с аудиозаписью. Об этом этапе мы с вами поговорим поподробнее. Самостоятельное исполнение или использование караоке-версии. Песня как основа для дальнейшего изучения английского языка. Вот, пожалуйста, пример. Как посредством песни в учебнике Миле сразу вводится новая лексика. Данная песня направлена на развитие также компенсаторных умений, поскольку новые слова, да, это название цветов, подпис, разукрашенные в соответствующий цвет, в соответствующее название цвета, да. То есть уже учащиеся могут догадаться, как это слово переводится. А как оно произносится, можно узнать из песни, прослушав и спев песню. Давайте посмотрим дальше. Как использовать песню... Так, секунду, это я назад почему-то отлистал. Что входит в работу с аудиозаписью. И вот это самый важный, наверное, момент. Какие этапы присутствуют? Этапов всего три. И первый из них — Defolising. В данном случае даются упражнения на отработку лексики, встречающейся в песне, догадка о содержании песни по названию, предварительные вопросы по теме, выбор названий песни из двух-трех возможных. Упражнения могут варьироваться, могут быть какие-то другие упражнения. Самое главное, чтобы они помогали, облегчали работу с песней, вводили в тему. Давайте посмотрим на примере. Справа мы видим из учебника happyenglish.ru, собственно говоря, песню. К данной песне нет аудиозаписи. Она как стихотворение идет, но тем не менее... Так, чуть покрупнее сделать, конечно, можно. Итак. Что нас на данном примере интересует? Сейчас покажу. Интересует то, что есть упражнения, которые помогают к работе с данной песней. Это, например, упражнение 6, где нужно посмотреть на проблемы детей и родителей, выбрать, какие проблемы присутствуют сейчас. В седьмом упражнении уже к песне идут вопросы. Например, what problems does John have with his parents? И это помогает в работе с песней. Давайте посмотрим еще. В учебнике Миле можно встретить вот такой пример, где дается песня про веселого гнома. Какие же упражнения облегчают работу с данной песней? Ну, например, в самом верху. Послушай новые слова, повтори их за Дианой. То есть, облегчается, да, снимаются лексические трудности. Послушай песенку. Про кого она в шестом упражнении? Героя песенки весело или грустно? Здесь вы поймете, насколько они понимают, собственно говоря, содержание песни. Дальше идет прочитай песенку, а потом послушай, как ее читает Мартин и повтори за ним. А дальше идет, собственно говоря, сама песня. Что входит в работу с аудиозаписью? Второй этап. While listening tasks. Заполнить пропуски нужными словами. Расставить куплеты, строчки по порядку. Сопоставить текст картинки. Ответить на вопросы. Все пишут очень плохой звук. Если хотите, буду говорить чуть помедленнее, может быть, это как-то поможет. Мы всегда поем все песни из Мили. Песни соответствуют всем требованиям. Спасибо. Татьяна Геннадьевна Митюгина пишет. Хороший звук. Хорошо. Так, надо ли песни заучивать наизусть? Если в ОНК написано, что их нужно научить, заучить наизусть, то да. Если нет, то по вашему же желанию. Угу. Вот пишут все-таки со звуком «хорошо». While listening. Итак, во время прослушивания. Упражнения могут быть такие, могут быть другие. И самое главное, чтобы была работа именно с аудиозаписью. Так, хорошо. Ну, или еще одно упражнение, которое можно предложить. Выбрать один правильный вариант, да, на какой-то вопрос. И вот, пожалуйста, например, из учебника Enjoy English. Упражнение 72, где дается песня. Точнее, поэма. Послушайте поэму и найдите глаголы в пассиве. Выучите их наизусть. А, выучите поэму наизусть. Вот, пожалуйста. Данную поэму нужно выучить. Слушают поэму и находят глаголы в пассиве. Вот. Вот пишет Костякова Галина Ивановна. Конечно, петь песню на иностранном языке без предварительной работы нельзя. В холостую. Абсолютно верно. В данном случае они слушают песню. Да, это из седьмого класса. И подчеркивают слова, которые в пассивном залоге. И, соответственно, уже идет акцент на них. Вот пишут. Мы этот стих недавно учили. Хорошо. Третий этап. After listening. После прослушивания песни. Проверить понимание посредством. На что направлен данный этап. Задание на говорение. Задание на письмо. Задание на чтение. То есть, то, что нужно проверить понимание. А это можно сделать через говорение, письмо или чтение. Поскольку у нас все взаимосвязано в изучении английского языка. Итак, снова возвращаемся. А можно поконкретнее. Поконкретнее расскажем на примерах. Итак, снова возвращаемся к песне. И смотрим. Вот, пожалуйста, замечательное упражнение. Шестое. Посмотрите на картинку и напишите совет мальчику. Все советы, в принципе, были уже изложены в песне. И достаточно по модели просто немножко переформулировать, чтобы получились свои. Подписав картинки. Так вы узнаете, насколько хорошо они поняли песню. Упражнение несложное. Но если они песню не поняли или плохо с ней работали, то, соответственно, ничего не получится. Вот пишет. Согласна, что песня в 7 классе, никто не хочет петь. Это все зависит от того, насколько... Как вы построите работу. Вот поверьте. Когда проводили, например, Евровидение, пели все от мала и до велика. И с огромным-огромным удовольствием. Вот пишет Феда Евгения Петровна. У меня в 8 классе поют. Эта песня снимает психологический барьер и разгружает от тяжелой умственной нагрузки на других уроках. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Учебники из Enjoy English. Есть вот какое стихотворение. Вот из The Family. Да, вы его видите слева. А дальше идут упражнения. Вот пишет. Мы в институте даже пели. Вот, пожалуйста. Значит, идут упражнения, которые помогают понять, насколько хорошо усвоили данное стихотворение учащихся. В 67-м упражнении сверху нужно дать характеристики к типам семьи. Дружественная семья дается характеристика, как пример. Любящая семья. И так далее. В 68-м упражнении нужно уже на основе данного стихотворения и выполненного предыдущего упражнения рассказать о своей семье. Также хотелось бы поговорить о чантах. Да, чанты – вещь интересная. Давайте посмотрим, чем же они нам могут помочь. Тексты, произносимые в определенном ритме, чанты, служат основой для развития речемыслительной деятельности школьников. Способствуют развитию как подготовленной, так и неподготовленной речи. Тут очень легко все это понять. Чанты очень похожи на припевы в песнях. Вот что мы в первую очередь запоминаем. Это, конечно же, припев. Чанты также способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, развитию музыкального слуха. Разучивание и исполнение песен и стихов с частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков. Правила фразового ударения, особенности ритма и так далее. Вот пишут, что рождественские песни идут на ура. Ну какое Рождество без песен? В happyenglish.ru, например, вот есть такой чант на правила чтения. Как вы видите, для того, чтобы его хорошо прочитать, нужно несколько раз потренироваться, проработать, и тогда все пойдет хорошо. Если часто их повторить, то, соответственно, уже никаких проблем с фонетикой уже не будет. Проблема выбора песен. Давайте посмотрим. Если вы все-таки решили выбрать свою собственную песню из репертуара популярных артистов, какие же проблемы возникают? При выборе готовых песен возникают следующие проблемы. Это может быть сложная лексика, когда вроде песня хорошая, но для учащихся она рановата, либо уже поздновата. Допустим, про песни Фрэнка Сенатора будут трудноваты для понимания. В начальной школе, скорее, они воспримут ее как колыбельную и уснут. А в старшей школе уже, возможно, и хорошо пойдет сложная грамматика, когда в песне грамматический материал такой, что они его не понимают. Допустим, до изучения пассивного залога, либо страдательного залога, давать песни на них будет сложновато, поскольку просто не поймут, о чем идет речь. Ненужные слова, сленг, ругательство, подобное. Но это самый вообще бич всей нашей поп-культуры. Сейчас очень много песен с такими словами, что создает проблему и отсекает их в нашем выборе. В произношении певца или певицы сейчас и актеры в Америке очень плохо говорят по-английски, а уж в песнях бывает и 10, и 20 раз слушаешь и не понимаешь, о чем идет речь. Песни неинтересны ученикам. Но об этом я уже говорил не по возрасту, когда. Педагогическая ценность песни, либо ее отсутствие. Когда вроде и песня хорошая, но для нас она в данный момент не несет никакой педагогической ценности. Решением проблем может стать использование специально созданных песен для ОМК, которые мы с вами совершенно замечательно используем. Но если бы вам все-таки, допустим, для того же Евровидения поданнулись песни, возникает еще один вопрос. Это авторское право и творчество, да, вот этот такой несочетаемый тандем. Тем не менее, есть выход. Быков Владислав Юрьевич предоставил нам материал о том, как он в этой ситуации справляется. Но для начала поговорим вот о чем. Кому же принадлежат авторские права на песню? Таких людей очень много. На музыку, да, принадлежат права, конечно же, композитору, но только в оригинале. На текст, поэту, автору стихов. На переработку, как правило, аранжировщику, да, то есть это тот вариант, который мы с вами уже слышим. Аудиозаписи. Смежные права на песню. Они в данном случае принадлежат на исполнение музыки музыкантам. На исполнение текста слов певцу. На фонограмму, изготовителю фонограмму. Лицо, взявшему на себя инициативу, ответственно, за первую запись звуков. Как быть, когда так много правообладателей, правообладателей, очень хочется, собственно говоря, воспользоваться песней. Вот, пишет Ольга Николаевна, я бы на месте авторов разрешила пользоваться их трудами для обучения детей. Дети – наше будущее. Сейчас мы с Буквом Владиславом Юрьевичем покажем вам, как этого добиться. Очень несложно. Алгоритм действий простой. Найти подходящую песню, да, в данном случае Брайан Адамса песни заинтересовали. Забить в Яндексе Брайан Адамс официал сайт, ну или там Мадонна официал сайт и так далее. Найти, собственно говоря, как показано ниже, ссылку на официальный сайт. Зайти на этот сайт. На сайте исполнителя найти раздел «Контакты» и написать письмо «Имейл». Примерно такого содержания. Владислав Юрьевич вот какое письмо написал. My name is Vladislav, and I am the English teacher of one of the Russian schools. I would like to use your songs at my lessons with my students. That is why I want to get your permission to do it. Thank you very much for your future reply. Best wishes, Владислав. Через несколько дней, обычно, как он пишет в течение двух-трех дней, приходит ответ, например, вот такого содержания. Dear Vladislav, you do not need permission to use learning for your students, only if you are recording songs and selling them or posting the songs on the Internet. Hope your students enjoy your lessons. All the best, Michelle. В данном случае Владислав Юрьевич получил полное право использовать песни Брайана Адамса в учебных целях. Ему, что называется, еще и удача, пожелания. Советую вам идти тем же путем. Но иногда он пишет, что ответы не приходят в связи с нагруженностью таких менеджеров. Теперь давайте посмотрим с вами на примере песни из happyenglish.ru, Family Rap, о том, чтобы вы предложили к этой песне, какие упражнения. Давайте начнем с тех, которые идут, собственно говоря, перед прослушиванием песни. Что бы вы предложили перед тем, как послушать данную песню? Нам этот рэп понравился, он очень многим нравится. Отработать лексические единицы. Даже если вы не работаете по этому учебнику, мы просто пытаемся с вами попрактиковаться и предложить какие-то варианты. Так, лексические единицы абсолютно верно, да, снятие языковой трудности. Повторить прилагательные, тоже идет в снятии языковых трудностей, подходит. Повторить слова по теме семья, да. Так. Отработать чтение. Так. Можно наоборот ее взять для ввода лексики. Повторить глагол to be, да, можно. Назвать прилагательные, существительные. Повторить тему семья и прилагательные. В данном случае стоит поговорить о том, что, да, а где взять минусовку в такой песне? Да очень просто. В интернет-магазине заказать импатри-диск. Местоимение. Найти рифмы. Отлично. Задать вопросы, о чем идет речь. Можно поговорить о жанрах музыкальных, да, и что можно передать с помощью рэпа. Так. Повторить оборот в рейс. Ага. Да, поговорить о членах семьи. Хорошо. А что бы вы предложили, какие упражнения во время прослушивания песни? Предложить продолжение. Отличный вариант. Есть отдельно просто диски с песнями, да, есть в интернет-магазине издательство титул. Посчитать членов семьи. Отлично. Вставить пропущенные слова в текст песни Ольга. Тоже в точку. Назвать членов семьи. Заполнить пропуски. Заменить прилагательные, да, допустим, вставить какие-то другие прилагательные. Найти на фотографии всех членов семьи. Придумать имена тоже можно. Выбрать лишнее слово из списка. Списка, ага. Да, то есть можно предложить, вставить в песню лишние слова, и чтобы они их вычеркнули. Сразу будет понятно, кто внимательно слушал, а кто нет. Так, если нет диска именно КУМК, можно определить диск с минусами. Так, я сейчас не подскажу ответ на этот вопрос. Не помню, есть ли там только минусы. Ага. Хлопает в ладоши. Встать, если слышишь определенные слова. Отлично вообще на разминку, на физкультную нутку. Соотнести куплеты людей на картинке можно. Написать свою песню. Данное упражнение можно предложить, но уже после того, как вы поработали с данной песней. Поднимать руку на определенные звуки. Абсолютно верно. Развести руки, мимику, показать для каждого члена детьми. Тоже, да, интересно придумать движение для каждого родителя. К члену, точнее, семьи. Переставить строчки по содержанию, да, чтобы они восстановили. Мы об этом с вами говорили. Разыграть эту песню можно. Рэп можно петь без фонограммы. Под хлопки. Надежда Ситягин пишет. Абсолютно верно. Вот мне Татьяна Геннадьевна Митюгина пишет. Отдельных минусов нет и быть не может. Вот как более часто сталкиваешься с человеком с песнями из happyenglish.ru, да, вот стоит прислушаться к ее уточнению. Спасибо вам большое, Татьяна Геннадьевна. Ага. Натив членов семьи мужского и женского рода. Хорошо. А что бы вы предложили уже после того, как поработали с данной песней, вставили слова, восстановили строчки? Какие упражнения для того, чтобы понять, насколько хорошо они поняли содержание данной песни? Рассказать о своей семье. Ага. Написать о своей семье тоже можно. Сочинить свое стихотворение. Ага. Состоять рассказ об этой семье. Отлично, да, очень многие учащиеся любят говорить о своей семье, а вот от чьей-то другой с удовольствием. Ага. Поработать с пальчиковой системой, да. Нарисать семейное древо. По цепочке пропить тоже можно. Задать вопросы о том, кто есть кто в этой семье. Ага, отлично. Исполнить на внеклассном мероприятии тоже можно потом. Дать характеристики каждому члену семьи. Ответь на вопросы верно-неверно. Ага. Конкурс на лучшее исполнение песни. Отличная мотивация. Дописать песни, используя других членов семьи. Отлично. Все это говорит о том, воспитательный момент, хорошо ли иметь большую семью, да, поговорить об этом. Все это говорит о том, что мы сегодня с вами хорошо все вспомнили, хорошо изучили тему о том, так, есть ли возможность скачать презентацию для вебинара, да, в понедельник на www.englishteachers.ru. Хорошо с вами поработали, да, поняли, вспомнили многие тему о том, как правильно работать с песнями и какие возможности они дают. Вот сейчас давайте посмотрим на те упражнения, которые предлагают после этой песни авторы, да, и удостовериваться в том, что мы с вами были на абсолютно верном пути. Вот, например, вспомни рэп и ответь на вопросы. Были такие предложения. Who is clever? Who is great? Who is pretty? Who is strong? И так далее. Да, дальше идут, закончу предложение. По-моему, кто-то тоже это предлагал. My brother is my father's, и так далее. Нужно продолжить. Напиши, кем приходится, шели эти люди во втором упражнении, да, то есть, опять-таки, поработать именно с членами семьи. Написать о семье трое тоже было предложение. И написать о своей семье. Такие предложения тоже у нас были в чате. Хорошо. А теперь я предлагаю вам уже послушать эту песню, собственно говоря, и что мы можем сказать друг другу, что мы большие молодцы и очень хорошо поработали с данным заданием. Вот, предлагаю переделать в репку на новую репку в репку. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Можно еще Я с пятым классом вообще Битлс брал У Блади и Ублада Так Вот, можно вообще Очень многое делать Вот Анекина Юлия пишет Отлично, есть админ практическим материалом Спасибо Стараемся Хорошо, сейчас мы дадим вам ссылку на сертификат И с удовольствием я отвечу На ваши вопросы, если такие есть Обязательно ли использовать Песни данные в УМК Поскольку это идет В авторской концепции, то да Их обязательно использовать Тем более, что Как вы сами видите Если мы с вами уже после рабочего дня У кого-то даже поздней ночью Вызываем столько эмоций Песнями, да То уж Детей развеселить Ими еще будет интереснее А когда Дети довольны Они легче изучают язык Вот Анекина Юлия пишет Я иду по другому УМК, но тема одинаковая Возьму на вооружение Вот, пожалуйста Десятый класс просит современную популярную песню Подскажите, пожалуйста Делается просто Берете И говорите им Приносите мне Аудио Да, песни И распечатаем текст Смотрите текст Если он подходит Если там нет никаких ругательств И песня нормальная То пускай поют В общем, тут Такая Контролируемая демократия Так Вот Хорошо И вам тоже Огромное спасибо За то, что вы сегодня с нами Желаю вам хороших выходных Еще несколько раз Продублируем код И Собственно говоря До новых встреч Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok